Артём Граф, мне интересно. Хан, потом ещё вот это, чувака. Что-нибудь интересное и полезное. Но вместо этого я встречаю вот таких вот авторов со своими крутыми видео. Интересно, я один заметил, что в последнее время образовалась целая секта поклонения саморазвитию и воздержанию. Раньше Ютуб был куда более спокойным в этом плане, вроде бы. Было парочку интересных авторов, которые снимали действительно интересный контент. А что сейчас происходит? А сейчас каждый школьник, который научился пользоваться камерой и микрофоном, рассказывает нам про психологию женщин и про то, как добиться в жизни успеха. В рамках этого ролика я хочу поделиться с вами своими мыслями насчёт этого всего безумия, которое сейчас происходит на Ютубе. Хочу вам показать личинок Мартина, которые нам рассказывают про успешный успех, хотя сами ещё живут с родителями. И с женщинами общаются только на 8 марта, когда приходит время поздравлять родственников. Ну и получается, что делал некий обзор на всю эту дурку, не знаю, херню называйте, как хотите. Начнём с того, что поговорим об общих чертах этих сигмодрочеров. Подожди, а он будет приводить в пример моменты из их роликов, и он просто будет рассказать о том, что это сигмодрочеры и всё. Как ребят объединяет общая цель помочь молодым на пути к саморазвитию. Не спорю, цель благородная. Но их большая проблема заключается в том, что они... Бля, я вот так, кстати, примерно хожу. Каждое вот утро, когда надо погулять, там пойти, знаете, в кафе, купить какой-нибудь, блядь, кофе говёное за 100 рублей. Вот так я выгляжу. Я ещё врубаю какую-нибудь хуйню, знаете, на фоне, ой, в ушах точнее, из разряда. Стрикала все мои друзья, нюхают и колется. Я вот таким же лицом хожу. Ничего не представляют. Ими движет, как правило, не идея помочь людям, а просто обычная... Я вообще телепортирую, кстати, у меня была... Я в доту играл очень долго. Очень долго. И в один момент я проснулся утром и пытался сделать телепорт в туалет. Вот это я понял, что всё, надо с дотой завязывать после этого момента. Ибо я, ну, действительно, я секунд пять не втыкал, о кого хуй я не телепортируюсь. Ну, я, если что, не через две с половиной, потому что я думал, что, может, кто-то ещё телепортнулся, там же увеличивается время, поэтому я пять секунд подождал. Мерческая жилка. Каждый этот мамкин мотиватор толкает нам какой-нибудь бесполезный товар. Ну, я же не крип, я знаю, как бы, как работает система СТП. Это либо их уникальный бустер-канал, как в случае Мартина, либо Телеграм. Пацаны, это вообще трэш. Десять тысяч человек. Это ТП смел. Зачем вы вообще это смотрите? Либо же вообще книга про воздержание. Ой, это такой трэш. Привет. Можешь моё разоблачение посмотреть, но оно ёбанское. Даже мне особо не нравится. Ну, тогда я не буду смотреть. Вообще, а что за разоблачение? Вся правда о стримерах? Ну, если говорить, что ёбанское, то ладно. Я просто хочу что-нибудь серьёзное. Понимаешь, по-моему, посмотреть? То есть, где чувак не рофлит, а где рассказывает о чём-то серьёзном из ряда. Вы посмотрите, они долбоёбы, они, там, ну, я не знаю, они геи, хуи знают. Ну чё, я просто не знаю, что можно сказать о разоблачении на стримеров. Это что осуждаю? Я такие, кстати, тоже могу наклепать. Зацените. Какой же я хуенный. Всё, потому что я тереблю свою письку каждый час 24 на 7. Я сосал, меня ебали. Было круто. Всем спасибо. Воздерживаюсь уже третий месяц по советам. Подожди, это реально? Капитина, во мне пробудилась золотая точка. Я уже не человек, а электроногуманиторный чайник. А вот такие вот превьюшки делает наш Глеб. При фотошопе себя качку и сидит довольный. Но школьники, к сожалению, ведутся такие картинки и продолжают думать, что воздержание действительно может стать крутым и успешным. Да мне кажется, они не воздерживаются. Ну, более чем уверен. Просто вгорают. Вообще, видели, что этот Глеб продают людям? Как вам эти ценники на этот уникальный товар? Чел продает чужие исследования за 2000 золотых. Продает какие-то убеждения и названия книг про воздержание. Ну, серьезно, скажите мне, разве это не инфо-цыганство? Это ведь какой-то цирк. Информация полный мусор. Ну, вот оформление... Ну, тут я согласен полностью. Ну, это классическая статья для инфо-цыганов. Но больше всего меня поражает то, что этот парень растет как блогер и продолжает паразитировать молодых ребят. Чисто 40 подписчиков в день жестко. Прибавка аудитории просто нереальная. Я прям вижу, как через два года он станет миллиардером, филантропом и вообще Тони Старком. И наивные пацаны помогают ему в продвижении и боготворят его. Этот человек нам вообще утверждает то, что врачей слушать не стоит. Да, да, скоро без ста богонистской статистикой. Того, что по его меркам они плохо выглядят. Вбиваешь любое заболевание в строчку Ютуба и тебе вылазят вот такие морды в халатах, которые учат быть здоровыми. Алло, проснись, эти люди сами не здоровы. Они не придерживаются в этих врачей многолетний стаж работы, а у него что есть противовес их опыту? А вот его молодые ребята, к сожалению... Я не знаю, может он в зал пошел, ну, почитал книги. Не книги, точнее, а описание книгам. Подожди, а что, воздержание... Надо воздерживаться? Ну, просто Рома Желудь говорил, что надо воздерживаться, нахуй дрочить. Но я что-то пробовать не хочу, потому что мне нравится дрочить. Я воздерживаюсь уже один месяц! Просто проблема в том, что когда ты не дрочишь, хочется дрочить еще сильнее. И как-то я помню, я долго не дрочил, но у меня не было после этого неожиданной, не знаю, там, резкой прибавки к уровню интеллекта, IQ, или там, я бластером стрелял, взгляд, нет, у меня яйца болели. Ну, нет, возможно, блядь, это моя суперсила. То есть, знаете, там, Люди Икс, там, Росомаха, Циклоп, Джубили, Зверь, и Мошонка Мэн, блядь, я хуй знаю, как тебя назвать. Блин, а как мне побороть полюции? А то я второй раз встаю и все равно кончаю. Мне 14 лет, уже 25-й день не дрочу. А вообще, думаю, этот персонаж достойен отдельного выпуска, я подумаю об этом, потом, может быть, сделаю. Теперь давайте обсудим довольно юных ребят, которые нас пытаются научить с вами жизни. Как вам этот персонаж? А вот его... Бля, почему он на юго похож, что за херня? Отказ от славы в пользу мужества. Отказ от женщин в пользу мужества мужиков. Ну, кстати, ну по факту, я согласен с ним полностью. Ой, это я. Он в батиной машине записывается? То есть, он взлетает в папину машину и записывается. Гениально, кстати. Скажите, как этот шкет познал всю сущность этих вещей, чтобы раздавать советы? Он сам еще зеленый, он еще пустышка, кого он пытается научить? А вообще, этот парень отличный пример того, как влияет Мартин на молодое поколение. Чел возомнил себя гуру всех вещей на планете и теперь считает, что нас он может учить жизни. А вот еще одна личинка. Этот парнишка вообще не парился с названием канала и просто назвался брендом одежды Алексея. Привет, ты попал на необычный канал о саморазвитии для мужчин. Сука, есть такие же каналы для женщин? Почему их никто не обсуждает? Они же тоже, наверное, прикольные. Блин. Истолирова, а не откат. Одна буква. Кстати, мы вчера с Вовой пришли к тому, что, возможно, на самом деле хуев не существует. Ну, это просто такое наблюдение. Смотрите, я объясню. Мы с Вовой сидели и обсуждали эту тему. Слушайте логику. Она реально логична. Клитр это несформированный член. Поняли? По факту? Факт. То есть, получается, член это сформированный ну, типа, ну, сверхклитр. То есть, получается, сверхклитр мы называем членами. То есть, ну, это как как дополнение определения нового вида клитра. И мы пришли к тому, что, возможно, пенисов, ну, как таковых, их просто нет. И все началось с клитра. В моем разоблачении так, ты долбоеб, потому что я так решил. Просите за задержку. У меня имит 0,0,0,0. Понимаю, понимаю, понимаю. Ну, в принципе. Ой. Настолько все плохо? Не, ну, блядь, могло быть хуже. Наверное, я хз. Ты нахуй, идеи дают женщину. Ты думаешь, как-нибудь женщина снимет ролик про то, что члены это большие клиторы? Не. Ну, нет. Ну, нет же. Ну, нет, нет, нет. Таких долбоебов нет. Это одно, понимаете, одно дело обсуждать в компании друзей, просто ради прикола, а другое дело снимать про это видос и утверждать на полном серьезе. Послушайте голос этого парнишки. Почему тебе стоит забить на девушек прямо сейчас и заняться собой? Если не хочешь остаться неудачником, смотри это видео до конца. Да, голос неуверенного котенка учит нас с вами тому, что необходимо. Всем привет. Если вы хотите быть уверенным в себе, то просто-напросто возьмите мой курс. Я вам докажу, что вы сможете все, ребята. У вас есть шансы измениться, ребята. я вам, я, я вам дададададададададададададададададада даю слово и мы забить на женщин это видео прошу заметит набралось 64 тысячи просмотров и 4000 лайков глупые ребята хавают это говно и опять же боготворят автором как держать дружок давай что я не тратил время на отношения какой же все-таки этот цирк мне кажется я думаю такими трехами мужское население постепенно начнет вымирать как социальные ячейка общества из-за таких вот мотиваторов а больше всего мне нравится то как оформляют свои видео эти авторы говорят про воздержание вред порно но сами на превью девушки будут хотеть тебя на воздержание а девушки чувствуют это господи щетка горячий наверно не драчат а это б ножонку в одном видео они говорят что женщины не нужны а уже в другом говорят нам воздерживаться чтобы получить тех самых женщин как же меня это все заебало убейте меня нахуй подытожим все эти ребята из себя ничего не представляют главная их цель это заработать кэш прикрываясь благородной целью они говорят о тех вещах о которых сами ничего не знают и в каждом видео мусолят одни и те же темы а почему такой контент пользуются популярностью все очень просто эти ребята дают ложную надежду молодым пацанам авторы играют на чувствах наивных ребят они обещают им успех если те будут слушать их а на деле же они ничего не получают лишь больше посаживаются на этот шприц кратковременной мотивации ну да еще смотрят каждый ролик увеличивают дозу подобного контента и благодаря такой цепочки идет популяризация не я смотрел некоторые ролики там просто чуваки сидят говорит и говорят очевидные вещи что плохого на самом деле в этом вообще нет ну типа тебе человек говорит бла-бла-бла небо голубое ну ладно скол небо голубое проблема в том начинается когда они начинают нести ну лютую чушь из исследований ну просто на уровне маразма там да там полный полная хуня тут я согласен таких видео а когда кончаются видосы в открытом доступе они уже бегут покупать за деньги родители подписку на бусте или еще какой-нибудь уникальный товар моя рекомендация молодым ребятам это перестать смотреть подобное не смотрел порно семь месяцев чтобы блядь я эту чувака найду еще за кого зовут глеб глеб в блядин не смотрел порно семь месяцев бля нет и не все я пошел смотреть его ребята это что-то восхитительное